Дистанционное обучение поможет развить в детях самостоятельность родителям, увидеть учебный процесс воочию, а учителям улучшить навыки в цифровой сфере. Ну а что говорят сами ученики и их родители, давайте узнаем у Рамины Мирзалимовой. В своей комнате шестиклассница Алина Бондарева готовится к уроку. На столе ноутбук, учебник и тетрадь. Первый предмет – самопознание. На Алине обязательный дресс-код – школьная форма. Учитель объясняет новую тему. Учиться удаленно непривычно, признается девочка, но вполне возможно. Это неудобно, но я понимаю, что это нам во благо. И я надеюсь, что я поскорее пойду в школу и сяду за свою пахту. У нас примерно длится пять минут, и в это время я подготавливаю учебники и повторяю материал. Мама Алины уже проанализировала. У дистанционного обучения есть свои плюсы и минусы, но женщина старается во всем поддерживать своих детей. У нас уроки начинаются со второй смены. Два часа мы, как положено, садимся. Я как мама, я своему ребенку помогаю в обучении, подсказываю, направляю. Добрый день, мои дорогие ребята. Начинаем урок казахского языка. Сегодня тема нашего урока от БАСЭ. А здесь проходит урок казахского языка. Тоже дистанционно его проводит Риза Турлубаева. Государственному языку она учит детей уже 20 лет. Сейчас работает в 95-й школе города. Здесь обучается около полутора тысяч школьников. Открыто один дежурный класс. Остальные получают знания в дистанционном формате. Вчера у нас начались занятия по всей стране. И у меня тоже прошли 4 урока на платформе Zoom. Мы с ребятами с удовольствием общаемся. У дистанционного обучения есть также свои правила и алгоритм. Для начала учитель скидывает ссылку школьникам для онлайн-обучения в специальный чат. Дети переходят по ней, чтобы подключиться к занятиям. Затем проверяется связь. Здравствуйте, меня слышно? Да, спасибо, вас слышно. Связь в порядке. Начинается урок, длительность которого 30 минут. Однако не всегда все гладко. В социальных сетях и мессенджерах родители периодически жалуются на перебои с интернетом. Здравствуйте, у меня сын первоклассник, ребенок на дистанционном обучении. Мы решили пока учиться дома, но периодически у нас бывают сбои с интернетом. Мы живем в микрорайоне Ахбулах, но у нас в новых улицах не проведен интернет, а дистанционное обучение уже началось. Как быть? Городские власти заверили, проблему уже решают. Все так называемые слепые зоны, их в городе 169 точек, где низкая проводимость интернета и мобильной связи, будут устранены. Сейчас работы завершены в 140 точках. Между тем, некоторые психологи говорят о преимуществах дистанционки. Когда происходит какой-то урок, если он что-то не понял, он может по записи посмотреть. И это хорошая наработка своей самостоятельности. А, к примеру, что для родителей полезно, это же головная боль. Но в то же время родители, он может увидеть своего ребенка в процессе обучения. А, скажем, для учителей. У нас учителя – это огромное количество специалистов разных возрастов. И тогда они могут уже наработать себя в диджитал-сфере. Продлять ли дистанционку до конца года, пока неизвестно. Но важно понимать, что такое решение принято во благо здоровья детей.